Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наши уроки фэн-шой, а это значит мы в очередной раз зацепляем эзотерические темы. Если вы подписываетесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, если вы хотите, чтобы мимо вас не прошли новые поступления нашего канала. На вопрос, кто храпит за кадром, храпят мопсы. Говорю уже в начале каждого видео, чтобы вас потом не шокировали трубные звуки, раздающиеся в камере. Они спят под ногами и очень много гудят. Ну а теперь непосредственно, дорогие мои друзья, переходим к очередному гороскопу наших животных. Помните, пожалуйста, напоминаю каждый раз, вы завели себе собаку, вы думаете, что вы завели себе нечто такое подобное, стул, столов, который не оказывает на вас никакого влияния, а является предметом вашего интерьера. На самом деле, вы глубоко ошибаетесь. С приходом этого животного в вашей жизни вас обязательно постигнут перемены. Желательны они для вас или нет, зависит от того, какого знака затягка вы заводите животным. Некоторые знаки созвучны вам, и между вами завяжутся прекрасные отношения, и самые лучшие ваши качества будут подчеркнуты и переумножены. Но если вы ошибетесь и возьмете себе животное не того знака зодиака, между вами может возникнуть непроизвольный конфликт на уровне подсознания. И животное ни в чем не виноватое будет вами наказываться без всякой причины, раздражать вас без видимых обстоятельств. Это говорит о том, что вы не совпадаете в ментальном смысле. То есть вы подобрали себе животное, которое никак и не может комфортно себя чувствовать под вашей крышей, а вы рядом с ним, соответственно. Поэтому очень важно ориентироваться в том, что вы приобретаете до того, как вы это совершите. Мы сегодня будем говорить о собаках-рыбах, которые неизбежно принесут некоторые черты в вашу жизнь. Первая из них – рыбы сами исключительно чувствительны. И неизбежно вы почувствуете в себе прилив чувствительности ко всему. Вы станете достаточно сентиментальны. Можно сказать, в некоторых местах даже плаксивы. У вас откроются эти струны души, которые, быть может, вы уже давно закопали. Если вы себя уже ощущаете решительным, таким материалистом, все эти сантименты вам чужды, и вдруг у вас проснется вот эта чувствительность, которую принесут с собой рыбы. В некотором смысле вы станете несколько нерешительны. Это тоже то, что принесут рыбы, потому что рыбы сами по себе знак лично сомневающийся. Знак, который, собственно говоря, состоит из двух рыб. Одной светлой, одной темной, которые между собой не всегда могут договориться. Поэтому нерешительность, естественная черта, собственно говоря, нашей рыбы и у вас она появится. Но, тем не менее, дорогие мои друзья, и доля романтики придет тоже в вашу жизнь. Поэтому не самый лучший знак. Но я еще могу сказать в самом начале нашего разговора, что если вы человек, практикующий эзотерику, если вы имеете какое-то отношение к экстрасенсорике, вообще к тонкому этому миру, который, собственно, нельзя пощупать, и мы только предполагаем, что он есть, к миру магии, то это как раз та собака, которую вы ищите. Это проводник этих идей. Это собака, которая открывает мир новых ощущений, совершенно не связанных с обыкновенной практической жизнью. Ну вот, такова была моя прелюдия. Теперь попробуем разобраться более внимательно. Практикой доказано уже, что собаки-рыба – это особые собаки. Они не только понимают, как и другие особи, вашу интонацию и, так сказать, отдельные слова, они понимают смысл этих слов. И готовы в момент вашего разговора, склонив голову на бок, буквально вникать в суть ваших речей. Я ничуть не утрирую. Дело в том, что это замечено вообще за собаками-рыбами. Они могут часами самозабренно слушать своего хозяина. Они не могут ответить. Но, будьте уверены, они даже понимают смысл ваших слов. В некотором смысле, это собаки-экстрасенсы. Они предчувствуют ваше настроение, предчувствуют даже события до того, как они случатся. Вот почему собаки-рыба могут удивить вас тем, что они как бы предугадывают ваши желания. Вы только подумали, чтобы вам принесли газету, а она уже стоит с газетой в зубах, если вы ее перед этим приучили к этому, так сказать, трюку. Соответственно, считается, что это действительно собака для людей, которые очень тонко чувствуют подобные вещи и в них нуждаются. Тогда вы будете как бы на одной волне. Энергия собаки будет поддерживать и вашу интуицию, и ваши, можно сказать, эзотерические изыскания. Вот такая интересная сущность у этих рыб, он вот, несколько мистическая. А мистику у нас многие отвергают, говорят, этого нету. Ну, дорогие мои друзья, у нас многого нету, у нас в Советском Союзе не было сэкса, дети были. То, что говорят, что этого нету, это не значит, что это так на самом деле. Поэтому, поверьте мне, те, кто глубоко находится в этой сфере, вот, кстати, по поводу этой сферы, вот многие говорят, что гороскопы, это, можно сказать, бесовщина. Вот мне некоторые даже особо религиозно настроенные товарищи пишут, вы ходите ли вы в церковь? Ну, конечно, я хожу, а что мне туда не ходить? Вот с таким же успехом можно было спросить математика, ходит ли он в церковь, подозревая, что математика – это тоже безовщина. Гороскопы – это наука, основывается всего-навсего, на ваших датах рождения, элементарно. Высчитывается астрологическим способом, астрологию, слава Богу, уже никто не отменяет, на костре никого не палит. Все это собрана информация многолетним, многотысячным образом. Просто спасибо людям, жившим до нас, что они свои заметки сохранили. К этим заметкам добавился опыт других поколений. Так сформировалась наука. И астрология к бесовщине не имеет никакого отношения. Это обыкновенный математический расчет, созданный на основе астрологических карт. Но уже те же углы, что в геометрии. Поэтому никоим образом гороскопы не надо относить к миру уж совсем потусторонним. Так что, поверьте мне, хожу в церковь, и совесть моя чистая, и с Богом противоречий у меня тоже нет. Поскольку астрология – это всего-навсего наука. Но вернемся к нашим собакам-рыбам. Они исключительно умные, исполнительные. Прекрасно поддаются дрессировке. Это я вам по поводу принести тапочки или газету, или еще что-то. Можете расширить эту дрессировку. Только помните, никаких окиков, никаких истерик, никаких вот этих угрожающих физиономий. Учитывая, что эта собака очень сильно ранима. Собственно говоря, она ранима, как и человеческих представителей этого знака, тоже очень легко выбить из седла, особенно если это светлые, такие утонченные, романтичные рыбы. То есть, недоброе слово, грозное лицо, окрик – это травма для вашего животного. Плюс оно же еще и для человека в том числе. Помимо этого, у него еще нестабильное настроение. То оно веселое, то оно грустное. Поэтому в данном случае нервная система всегда перегружена, всегда находится на своем пике. Поэтому только добросердечные, доброжелательные к нему обращения, дружеские. Вот представьте себе, что у вас есть очень тихие, очень робкие, но очень преданный вам друг. Вот как бы вы с ним построили отношения, вот если бы это был человек. Вот точно так же построите отношения со своим животным. Поверьте мне, вы получите от этого несказанное удовольствие. Плюс помните, что интуиция очень сильно развита. То есть предугадывание ваших желаний. Это невероятный тандем, который, если правильно расставить акцент, вы будете от этой собаки просто кайфовать. Такое ощущение, что она опережает ваши все действия, события и чувствует вас изнутри. Это же дорогого стоит, попомните мои слова. Плюс еще есть один момент у этой собаки. Это, пожалуй, вторая собака из всего знака гороскопа, который умеет лечить. Собака рыбы в этом особенно талантлива. Она всегда знает, где у вас болит. И никогда, пожалуйста, ее не отталкивайте в тот момент, когда она хочет приличь на вашу, так сказать, болезненную точку. Даже если у вас болит голова, она хочет таким образом расположиться, чтобы коснуться ее максимально своим телом. Не прогоняйте ее, пожалуйста. Это ее естественное желание, поскольку она интуитивно чувствует вас и понимает, что вы страдаете. Она желает добровольно поделиться своей энергией, снять эту боль с вас. Пользуйтесь этим, пожалуйста, но тоже в миру, потому что избыточное черпание энергии собаки в этом смысле вам понравится, вы захотите ее эксплуатировать по полной программе, может привести к тому, что она у вас захворает только потому, что вы ее иссосете энергетически. Тут надо тоже знать меру и, собственно говоря, сильно ее в этом плане не эксплуатировать. Ну а когда она хочет добровольно вам помочь, пользуйтесь, потому что замечено, что у них есть невероятная склонность к исцелению ваших болей. Чем еще вы можете попользоваться и чем еще полезна вам будет собака ваша рыба? Помните, что она, собственно, исключительно чувствительная. И вот эта чувствительность ей помогает безошибочно разбираться в людях, особенно в тех, которые приходят в ваш дом, называют себя вашими друзьями. Вот собака-авен всегда чувствует фальшивых засранцев, которые называются друзьями, и рвут на себе тельняшки, доказывая свою преданность. И собака-рыба тоже имеет огромный талант в этом смысле. Вообще собака-рыба далеко не агрессивная. Но если ваше мирное животное вдруг начинает скалиться на какого-то особо заветного гражданина, и тем более еще хочет его укусить, никогда, пожалуйста, не нападайте на свою собаку, просто внимательно понаблюдайте за этим типажом. Рано или поздно гнилая душа этого человека проявится все непременно. Просто имея экстрасенсорные способности и буквально на грани предвидения, собака видит, какая черевоточина, точит этого вашего заветного дружка. Вот. И что яблочко червивое. Поэтому стараются вас предостеречь от того, чтобы это отравленное яблочко долго в доме не держали. Вот такая вот история. Это тоже подтверждено практикой. Проверьте на своих собаках. Посмотрите, как они относятся к вашему окружению. И тех людей, которых они особо ревностно не любят, пропустите через призму своего внимания. Может быть, действительно от них лучше избавиться. К слову сказать, почему собак-рыб называют экстрасенсами. Дело в том, что сам знак, адресован рыб, адресован к подсознанию. Поэтому они талантливы в том, что им, собственно, пообещали звезды. Причувствовать события, это совершенно естественно для животных рыб. Вам просто надо научиться распознавать те знаки и сигналы, которые они вам посылают. Это, конечно, собака для внимательных людей. По ее поведению стереотипному, который возникает в своей или иной ситуации, вы можете понять, о чем она вас предупреждает. Для вас еще эти события закрыты. Она и предчувствует, что это где-то будет плохо, беда в основном. Вот такие вот моменты. Были случаи, когда собаки-рыбы выводили человека до взрыва из дома. Или так далее и тому подобное. То есть таких моментов достаточное количество. Потому что подсознание, оно летучее. Пока это все дело реализуется, как говорится, будет поздно. Сигнал собака-рыба получает до свершения событий. Поэтому в данном случае считается, что тот, кто наладил с ней контакты, понимает, о чем она говорит, собственно говоря, имеет шансы обойти многие подводные камни и избежать многих бед. Если вы хотите знать, о чем мечтает ваша собака-рыба, то она прежде всего мечтает об спокойной атмосфере в доме. Чтобы это спокойствие касалось не только взаимоотношений между ней и хозяином, но также и все домочадцы, все члены семьи жили в гармонии и в удовольствии. Именно в атмосфере спокойствия она чувствует себя наиболее комфортно. Конечно, она вытерпит все. И даже если дело дойдет до драки и все, но она будет болеть. Тем более, что у нее, дорогие мои друзья, вот эта нестабильность настроений, она ей свойственна от природы. А если вы к этому еще будете добавлять собственные конфликты, которые неизбежно собака будет переживать тяжело, то ее нервная система и вовсе даст сбой. Как это будет выглядеть? В Доселе была мирная, хорошая собака, послушная, интересная. Стала неконтактная, стала огрызаться, даже пытается укусить. Это говорит о том, что в доме просто нестерпимая моральная обстановка. Могу вам сказать, еще раз повториться, что эта собака для людей, занимающихся медитацией, для людей, занимающихся эзотерикой, для людей, которые находятся во временном, добровольном или недобровольном заключении, для людей, которые, собственно говоря, ограничены в свободе, для людей, которые прикольны к больничным койкам, или, собственно говоря, уже от каких-то болезней лежат недвижимые собаки-рыбы, находятся неотлучно рядом с этими людьми, у них нет никаких других забот, как находиться рядом. Вы получаете необыкновенным образом отдохновение для души. Вы не одинокие. Вы чувствуете, что рядом есть с вами живая душа, и это все переживается гораздо легче. Поэтому помните, пожалуйста, и через подсознание эта собака на вас влияет. Вы как будто ее чувствуете, ощущаете просто сердцем. У вас тепло становится на сердце. Больные люди, люди преклонного возраста тоже получают необыкновенную пользу от присутствия этих собак. Поэтому, дорогие мои друзья, не все животные должны сидеть на цепях, не все животные могут нанести сторожевую службу. Но есть такие животные, которые как бы не сгодились в настоящем собачьем деле, но зато у них есть невероятные возможности достучаться до вашей души, залечить ваши душевные раны, окружить вас с теплом, делать вашу жизнь более счастливой в этом смысле. Поверьте мне, это гораздо полезнее, чем просто сидеть в бодке и выйти на луну. Так что собаки-рыбы в этом вообще прекрасное приобретение. Вообще, эти собаки рекомендованы для тех, кто пал духом. Вот когда вы думаете, что уже все же и закончилось, ничего вам уже не светит, и руки опустились, тут вот появление собак-рыб, а оно необыкновенным образом вдыхает вас новое веяние, желание жить, существовать, лечиться, если вы тяжело больны. Ну, то есть проявляет чудеса жизнеспособности. Вот почему, собственно говоря, я вам очень рекомендую. У нас сейчас время стрессовое быть может и так далее. И вероятным образом должен быть востребован вот такого плана собаки, потому что они помогают человеку выбираться из очень сложных, таких трагических ситуаций в своей жизни. Итак, подводим астрологическое резюме. Собаки-рыба, а также любая собака, купленная в этот период, приходит тот момент, когда вы находитесь не в лучшей моральной форме. Возможно, вы все время зацикливаетесь на своих прежних ошибках, боитесь совершить рывок вперед, недовольны всем миром и собой, у вас пали духом, у вас опустились руки, вам ничего не хочется. Возможно, вы сейчас переживаете не лучший период ваших семейных взаимоотношений, собака-рыба пришла, чтобы разрулить все эти проблемы. Бывает даже такая ситуация, что с появлением щенка-рыбы в доме достаточно треснувшая семья приобретает новое дыхание и желание урегулировать свои исходященные взаимоотношения. Она приходит примерять и вдыхать веру в будущее даже в самых тяжелых жизненных ситуациях. Поэтому, дорогие мои друзья, так и воспримите появление этой собаки в вашей доме, а также любой другой, которая была куплена в этот период. Ну вот, вы вдохновились моим рассказом и решили приобрести щенка-рыбу. Что вас ждет, дорогие мои друзья? Помните, пожалуйста, что ваш щенок весьма самоуверенно себя будет вести. Вообще, мол, здесь свойственны самоуверенности и прочее. И, возможно, вам захочется его серьезно настроить на их путь истинный и, быть может, даже для страстки наказать. Категорически с этими животными это запрещено. Если вы хотите иметь талисман и душевного проводника в своей жизни, то воспитывать его нужно не теми топорными методами, которыми обычно пользуются в этих случаях. Такт, душевное спокойствие, нежность и как можно чаще одобрение. Проявите терпение, вам потом все воздастся стариться. Если вы наладите эту нить, она станет для вас проводником душевного тепла. Если же вы сразу ее настроите против себя, то вы получите замкнутое в себе животное, которое будет вас сторониться. избегать никто счастлив не будет. Никакие возможности духовного плана вы даже можете не рассчитывать. Помните, пожалуйста, одна из самых чувствительных собак на всякие грубости, оприки, на всякие замечания, тем более на битье. Если вы здесь проявите такт и мужество, то, поверьте мне, у вас с этим щенком дальше проблем никаких не будет. Эти собаки очень любят купаться, водные процедуры, много пить. Ну, это и понятно совершенно откуда. Что еще у них особенного? Они не любят очень шумных компаний. Поскольку они очень чувствительны и склонны к размышлению и медитации, то, соответственно, дорогие мои друзья, к этому должна способствовать обстановка. Если в доме много крика, шума, обегательные суеты, которые, быть может, создают большую кучу детей, например, которые орут, кричат, свистят, то собаке-рыбой в этом смысле будет достаточно трудно устроиться в этом мире. Этот мир не для них слишком шумный. Это мир для собаки-водолея, но не для рыбы. Это собака для тихой, кабинетной жизни. Рядом, напоминаю, с престарелыми людьми, или нам с экстрасенсами, или с библиотекарями какими-то. Ну, вот я вам примерно, чтобы вы понимали, здесь он, рыба, и собака, и хозяина, и они там придаются медитации, размышления, философским полетам мысли, восприятию друг друга и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, не для всех и для каждого это собака, но тот, кто правильно понимает ее сущность, тот, конечно, себя компонентно найдет. Что касается еды, собака это любит покушать, но иногда ее пристрастие достаточно странное. Поэтому предлагайте щенку разные совершенно съедобные вещи, для того, чтобы он избрал из них самое интересное. Ему могут понравиться и фрукты, и огурцы, и что угодно. Поэтому разнообразие ему предложений, для того, чтобы он мог выбирать. Поверьте мне, у них иногда они могут есть то, что, например, кажется, другие собаки даже никогда и в рот не возьмут. Но вот такие они особенные, со своими склонностями к каким-то экзотическим пристрастиям в виде. Что касается дрессировки, и с этими собаками можно делать все, что угодно. Они отличаются особым пониманием, поскольку они действительно интеллектуальны и умны, поэтому, собственно, они могут проявлять чудеса в этом смысле. Тем более, они настроены на хозяина и очень хотят ему угодить. Значит, все составляющие прекрасной дрессировки у них есть, поэтому можете их дрессировать, делать с ними невероятные там всякие выступления и шоу, поскольку меры дрессировки здесь нет. Все зависит от личного таланта вас и вашего животного. То есть это чудесный материал для этого дела. При всех своих невероятных талантах и возможностях собака-рыба имеет очень слабое здоровье. Вот почему, когда вы их будете эксплуатировать в лечебных целях, помните, пожалуйста, что запас сил у них очень и очень мизерный. Только заболевания не переносят эти животные. Чаще всего поражается брюшная полость, очень слабые легкие, очень слабые глаза, вот, собственно говоря. Но нету такого органа, который, по сути дела, не мог бы у них пострадать в силу хрупкости их здоровье. Поэтому, если собака заболела, то даже нельзя передозировать лекарство ни на один грамм, потому что одно лечим, но тут же искалечим совершенно собаку в этом смысле. Поэтому, конечно, здоровьем у них не блещет. Они любят сухую погоду. Вот когда сыро и влажно, вот эта осенняя пора, они, конечно, могут подхватить всевозможные проскудные заболевания. Поэтому в такую пору их надо выводить в специальных утепленных комбинезонах, то есть относиться к ним, как к детям. Своего иммунитета и противостояния болезням у рыб практически нету. Поэтому в этом смысле они требуют вашего постоянного и очень бдительного внимания. Такое же отношение к питанию. Они должны быть исключительно всегда вовремя привиты. Потому что все-таки если нужно заболеть, первым это сделает собака-рыба. Когда проводили, собственно говоря, вот эту статистику по поводу, как часто болеют и в каких местностях животные, рыбы, то выяснилось, что чаще всего они заболевают в холодном и влажном климате. А наиболее стойки, они на побережьях морей и океанов, особенно в окружении гор. Там практически на них болезни не извергаются. Ну вот такая вот особенность тех животных, которая в принципе уже подтверждена ветеринарами и учеными соответствующими. Если вам повезло жить на побережье, в окружении гор, то собака-рыба там будет особо здоровой, жизнерадостной и успешной во всех отношениях. Рак и скорпион максимально настроены на собаку-рыбу. У них там полная гармония во взаимоотношениях, поэтому это прекрасный выбор, особенно для этих двух знаков. Телец и козерог могут похвалиться очень крепкой дружбой с этой собакой. У них там тоже прекрасное запонимание, и это прекрасный собственно выбор для этих двух знаков. Близнецы, дева и стрелец, к сожалению, очень трудно настраивать взаимоотношения с этим животным. У них там много подводных камней и иногда отношения не складываются. Но для всех остальных это достаточно комфортное животное, которое можно смело заводить. Оно не шумное, не агрессивное, настроенное на настроение хозяина, поэтому тоже будет вполне очень приличный выбор. Ну и как на подстве. Помните, пожалуйста, что если вы не экстрасенс и не приветствуете эзотерику, а думаете, нужна вам собака, рыба или нет, могу вам сказать, что это исключительно приятный выбор. Особенно для семей с детьми, ну не шумными, такой кучей детей, если есть один ребенок и вы хотите ему предоставить верного друга и заботника, то собака-рыба это очень даже хорошо. Она подходит пожилым людям, безусловно. Ну и, собственно, есть в ней еще одна особенность. Она исключительно артистична, любит давать всякие, собственно говоря, представления, очень хочет понравиться своему хозяину, очень верно ему служит, от нее просто исходит тепло и душевная такая вот атмосфера, которая необыкновенно улучшит ваше настроение, поднимет ваш дух, вашу веру, что не только черная полоса есть на этом свете, а еще и белая. То есть в этом смысле она весьма лекарственная. И помните, пожалуйста, что это собака, которую категорически нельзя воспитывать грубостью, а только душевное к ней отношение и прощение ее маленьких казусов, которые, безусловно, любой щенок может совершить это, безусловно, наладить между вами вот этот вот душевный контакт и вы получите проводника к своему сердцу. С вами была Елена.